Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Поколение креаторов». Меня зовут Азат Марат, я главный редактор «Окно» и амбасстору «Гоу Вайрал» в Кыргызстане. «Гоу Вайрал» — это центрально-азиатское сообщество критинных профессионалов, а также ежегодный фестиваль, который проходит в городе Алматы. «Окно» — это крыгызская медиа о стиле. В этом подкасте мы раскрываем различные креативные сферы через жизни и достижения новаторов. Для этого выпуска я поговорил с Эльнурой Осмоноливой — режиссером, предпринимателем, а также просто замечательным человеком. Она рассказала мне о том, как создавать фильмы, как учеба в Нью-Йоркском университете повлияла на ее становление в качестве творческого человека и о том, есть ли творчество в предпринимательстве. Приятного прослушивания. Эльнур, здрасте. Спасибо, что согласились прийти. Мы с вами знакомы буквально совсем немного, но уже кажется, что я уже знал вас. Я обязательно избавлюсь от своих всех англиканских штучек. Ощущение, что как будто уже давно вас знаю. Мне вот интересно. Я хотел задать вам этот вопрос, когда мы первый раз встретили, потом мы второй раз и так далее. Как вы себя идентифицируете? Когда вас спрашивают, кто такая Эльнурас Монолива, что вы отвечаете? Ну, я тоже об этом размышляла. Сейчас я говорю, что я работаю в сфере культуры, образования, бизнеса и спорта. И вот какой-то короткий ответ придумать тяжело и, наверное, не надо. А как чаще вас идентифицируют, когда говорят, «Ой, Эльнурас Монолива, это вот». Чаще, как к кинорежиссёрам. А что вам? Мне вот интересно. Вот люди полиматы, мультипотенциалы, эрудиты, не знаю, по разуму называют. Вам, как вот человеку, который относится к вот этой группе, к группе людей, которые занимаются множеством вещей одновременно, у вас не бывает такое «Ой, мне вот этому». Если бы отрубили полностью всякую связь с реальной жизнью, то я бы, наверное, вот к этому больше была бы склонна. Или к этому. Иногда бывает. И хочется быть в домике, в лесу и писать всё. Писать сценарии, романы и так далее. Да. А, классно, классно. У меня вот такой вопрос. Мне хотелось бы узнать больше о вас, о вашем прошлом и так далее. Откуда вы, где вы росли, кем хотели стать, когда вы выросли бы, когда вы выросли бы? Я вообще дочь Ферганской долины, потому что я родилась в Аше. Очень долгое время жила в Козылкие, которая сейчас стала частью Баткенской области. И пять лет прожила в Аксы. Это самая северная часть Ферганской долины. Мне вот удалось везде на юге пожить. Потом я уже уехала в Америку по программе «Флекс». И с тех пор вот живу в Бишкеке, там, в Нью-Йорке какое-то время прожила, в Лондоне. Но вот наиболее сильная идентификация – это с Ферганской долиной. И в связи с этим у меня очень сильная «Central Asian Identity». Я вот себя ассоциирую очень близко и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, и теперь вот с Казахстаном. Так как у меня там школа, я часто туда езжу и язык тоже изучаю. Мечтала я вначале стать учителем, причем в детском саду. Затем мне хотелось стать врачом, после этого писателем. И уже в более взрослом возрасте, в старших классах, мама как-то вот убеждала меня в том, что мне надо стать министром иностранных дел или представителем Кыргызстана в ООН. Я начала изучать языки, но вот так, чтобы этим болеть, у меня такого не было. Больше была мотивация со стороны мамы. И все-таки в 11-м, в 12-м классе в Америке я больше всего к медиа, к кино, к медиа, к журналистике. Вот склонность такую обнаружила в себе, к фотографии в том числе. И, наверное, все, чем я интересовалась, оно сейчас сохраняется во мне и вот идет как часть меня. А вот с чего начался ваш творческий путь? То есть, был ли такой момент, когда вы такие в своем сознании зарегистрировали? Ой, а мне нравится творить, мне нравится создавать что-то? Ну, я четко помню день, когда я начала писать стихи. Это было раннее утро, в 6 утра я стояла на балконе, просто был рассвет, птички. И я начала писать стихи. И я поняла, что мне это очень нравится, это мое. Я испытала какое-то такое чудесное чувство, что могут прийти стихи из ниоткуда. И ты можешь их записывать и испытывать при этом какое-то новое чувство. А вот к чему, вот вы все-таки предприниматель, вы и человек, ну, то есть, креатор, такое модное слово новое, к чему тяга, к чему пришла тяга первая, к бизнесу или к творчеству? Где вообще существует ли в вашем сознании, в вашем понимании эта грань между двумя отличающимися? Ну, если эта грань существует, наверное, она чаще всего выражена в том, насколько человек осознанно стремится к прибыли, к получению прибыли, да, и своей деятельности в творчестве. Как правило, принято считать, что ты это делаешь больше для того, чтобы заниматься искусством, создавать какие-то интересные вещи. А в бизнесе принято считать, что ты все это делаешь ради прибыли. Для меня это очень взаимодополняемые, взаимопроникаемые вещи, только, наверное, потому что я понимаю, насколько сильно бизнес зависит от творчества, что любые продажи, это в первую очередь дизайн, упаковка, тексты, презентация и так далее. Для меня это вот, они вот так наложены друг на друга. Но для людей, которые не развивают в себе творческое начало, для них, конечно, это разные вещи, и, наверное, даже какие-то полярные. Но только для тех людей, в ком нет вот этого творческого сильного начала, или не то, что нет, они его не развивают, не поддерживают, не стремятся к творчеству. Почему, почему, где, что их останавливает? Останавливает только заблуждение, что они не являются творческими людьми. Я очень часто в свой адрес слышу, вот ты же творческий человек, давай ты вот посмотри или скажи. Я всегда говорю, ребят, мы все, все мы творческие люди, потому что мы все божьи создания, мы сами результат творчества. И нельзя вот так говорить и себя обособлять, это унижение себя, не считать себя творческим человеком, потому что мы все в какой-то мере в разные моменты своей жизни это делаем. То, как человек обставляет свой дом, все решения, которые он принимает, несмотря на результат, это тоже его творчество. То, как человек каждый день одевается, это тоже результат его творчества, неважно, как хорошо или плохо, это выбор. И это вот проявление нашего творческого «я». Я вот когда что-то подобное тоже в свой адрес или в адрес других людей слышу, чаще всего слышу, то есть в том, что они говорят, я слышу вот эти какие-то страхи, которые основаны именно на финансах, на благополучии и так далее. Мне вот интересно, по-вашему, как можно, насколько, что нужно для того, чтобы подкрепить творчество, вот этой какой-то уверенности, вот этой стабилити, да, секьюрити в завтрашнем дне. Где, в какой момент у вас просто пропал страх в том, что, а, I'll do this, типа, я этим займусь, я сниму этот фильм, мне не придется беспокоиться о том, что будет завтра. Или этот страх всегда присутствует? Это, наверное, не страх, а осознанность какая-то, что вот мы живем в таком мире и всегда жили. И какое-то спокойствие, оно требует многослойности. С одной стороны, уверование в то, что небеса о тебе позаботятся и все будет хорошо, потому что ты хороший человек. Вот такое спокойствие и вера. А с другой стороны, осознанность, при которой ты планируешь свои проекты таким образом, чтобы не было зависимости от одного проекта. И был какой-то лог-лайн проектов расписанных, вот я люблю планировать десятилетия, и я знаю, что будет в течение 10 лет. Какой проект, за каким у меня там два, на данный момент два проекта в активной разработке, следующие три в такой пассивной, но я знаю, что за чем последует. Не будет такого момента, когда мне нечего сказать или сказать, вот, а вот сейчас совсем ничего. Благодаря вот такому подходу, что да, мне надо уметь планировать, мне надо потихонечку готовить параллельно и третий, и пятый, и шестой проект. Где-то записывать, складывать, знакомиться, присматриваться, приглядываться, знать, кого я, где хочу снять, куда я захочу поехать. Такая копилочка. И мне вот это понимание, оно дает структуру, систему, и при этом она меня не загоняет в рамки, что я из страха должна соглашаться на то, чего я не хочу на самом деле, или взаимодействовать с теми людьми, с которыми я не хочу взаимодействовать. Я не вынуждаю себя быть там, где мне не надо быть. Как вот это добиться? Я вот из своей жизни, например, да, мы буквально в прошлом году, коронавирус, все дела, ко мне приходит клиент местный и говорит, кризис, скоро будет кризис, ты лучше возьмись за наш заказ, лучше возьмись. А у меня был вот этот барьер, что-то как-то, ну, не чувствуется, что вот я буду, а, наслаждаться этим процессом, и, б, что, то есть я помогу вам добиться цели, которые вы хотите добиться. И потом в итоге взял этот страх, а потом через три месяца уже пожмел, думаю, ах, зря я все-таки взялся, надо было себя послушать, интуиция и так далее. И в тот момент, когда это был через нанябрь 2020 года, все равно все говорят, кризис, кризис, кризис. Как вот этого все равно какой-то уверенности в своих способностях и, возможно, в том, что вы все, то есть как бы ты как человек актуален на рынке и так далее, вот как все-таки добиться? Потому что, ну, профессия у меня творческая, так или иначе, но все равно вот эти страхи все еще каждый день, типа. Если я сейчас за этого рекламодателя не возьмусь, а завтра придут другие, я не знаю. Да, это сложные моменты, но, наверное, в конце дня просто надо посмотреть себе в глаза, в зеркало и сказать, ты сможешь, именно ты сможешь. И лучше потуже затянуть пояс, переждать. И всегда помнить о том, что вот отказавшись от этой сделки, мы, возможно, откроем себе дверь в более лучшую завтра. Всегда верить в это, сказать, нет, завтра что-то лучше выйдет, лучше сейчас я вот сюда не зайду. Вы как-то сказали, что кино для вас, это несколько сам процесс создания чего-то этого для вас, инструмент влияния на людей. На что именно вы хотите влиять? Я вообще начинала с того, что считала кино возможностью диалога с большим количеством людей, потому что покрытие, аутрич, он несравним со способом прямого контакта. Я раньше проводила тренинги, я посчитала, что за три года я обучила 300 человек, это очень долго. Я как-то провела одну ночь, думая до утра, как же это улучшить, и придумала, что буду снимать документальное кино и сообщать те же самые месседжи, но через кино. И годы спустя мой подход, он дополнился тем, что это не только способ влиять на людей получился, но это еще способ самовыражения именно артистического. И сейчас я нахожусь в хорошем для себя месте в плане создателя кино, потому что мной двигают как социальные мотивы, так и артистические. Это и для художественного, и для документального кино, для меня кажется, самая сильная позиция, с которой ты заходишь в творение, в созидание. У вас был такой момент, когда вы боялись браться за игровое художественное кино, и вы снимали какое-то время несколько документалов и так далее. Было очень прикольно, вы заметили, то есть подметили то, что вы больше всего гордитесь документальным фильмом «Алмаз». Почему именно им? Потому что у вас достаточно работ, которым можно гордиться. Почему именно эта документалка у вас? Это был мой первый полный метр. Я не знала, с какого края к нему подойти, обращалась за помощью к профессионалам. Но тем не менее, структуру фильма я придумала сама в итоге, все сама отсняла, отмонтировала. И фильм имел влияние на жизнь многих людей. Это было моей начальной целью. И я очень много встречала молодых людей, которые решили изменить свою жизнь после просмотра фильма. И это причина моей гордости этим фильмом. Я смогла помочь. Я просто, у меня мурашки пришли по коже, когда вы сказали, что кто-то подходил к вам и говорил, что изменила жизнь, работа. Наверное, какая-то эйфория, да, все равно внутри? Да, это чувство глубокого удовлетворения. Классно. У нас будут смотреть очень много молодых ребят и молодых креативщиков, которые только-только начинают заниматься. Вот вы, когда вы сняли кино, свое первое игровое, по-моему, это был короткий метод, я не ошибаюсь, а потом вы пошли в док-фильмы, и там вот какой-то момент был, чтобы все равно у вас был этот период сомнений в том, что стоит ли браться снова за игровое художественное кино. Как вы этот страх перебороли? Благодаря учебе в NYU, поддержке своих профессоров, чем мне нравится эта школа, каждый день мы слышим массу позитива в свой адрес, и нас подбадривали, что именно мы, те великие кинорежиссеры, в нас это есть, и мы должны это помнить. И мне этого не хватало, и по этой причине я не поехала во ВГИК. Я предполагала, что просто по традициям советской школы там будут тюкать, и надо всем доказать, что ты гений, несмотря на это тюканье. А в Америку я поехала, зная уже, как в Америке подходят к обучению, я как раз ехала за вот этой подпиткой и поощрением, чтобы все те ростки, которые я в себе видела, они дали мощный рост. Мне нужна была энергетическая подпитка, мне нужны были знания, мне нужны были какие-то гарантии, наверное. Я в этом плане, я положилась на бренд, я пошла в лучшую киношколу, я доверилась. И в процессе учебы, конечно, были дни, когда я себя спрашивала, зачем я сюда приехала, это очень тяжело. Возможно, многое из этого я знаю. Это было и приятно, и как-то, с другой стороны, иногда обесценивало учебу, слышать то, что ты уже знаешь или то, что ты уже сделал. Потому что ты говорил, ой, а это уже я сам додумал, я уже это сделал, а вы здесь это мучите, да? А потом думаешь, ой, это так накладно, так тяжело. Но в итоге я считаю, что я сделала очень правильный выбор. Я настолько правильно инвестировала свое время, возможности. сейчас я довольна этим выбором, прожитым днями в Нью-Йорке, несмотря на все сложности. И считаю, что выбирая себя, мы в первую очередь должны выбирать, инвестировать в знания и навыки всегда. Это тоже помогает преодолеть страх и нестабильность, когда ты знаешь, что ты именно так оберегаешь себя от каких-то падений или неудач, помогая себе, забегая наперед и помогая себе в будущем. У нас вот почему, мне тоже интересно сейчас поговорить больше об образовании в Нью-Йорке и во всем этом. У нас проблема образования стоит довольно-таки остро. И когда вот слушаешь, например, режиссеров из Америки, из Европы и так далее, когда с ними разговаривают репортеры, то как бы об их школе и образовании практически не говорят, потому что это не особо и актуально. А у нас как бы это сразу Нью-Йорке, все круто. Вот смотря назад, уже прошло некоторое время, насколько действительно, как вы думаете, важно ли режиссерам обучаться в таких школах? Или насколько образование все-таки вам понадобилось? И нужно ли оно всем? Лично мне оно было очень важно. И, конечно, оно всем не нужно. И это общепринятое мнение в киномире, что диплом ничего не решает, он тебе ничего не гарантирует, и это правда. Мне было важно, я это сделала, и без этого я бы не смогла дальше двигаться. Наиболее важным аспектом учебы в Нью-Йорке для меня было находиться в обществе себе подобных. Это может звучать немного снобистки, но очень часто я себя здесь, в разных местах в Кыргызстане, ощущала немного белой вороной, что я какая-то другая, причем не в хорошем смысле другая. Везде меня могли критиковать, как-то вот так относиться, может даже много умничать, много на себя берет, ее поведение не соответствует ее возрасту. Как-то вот она себя так преподносит. Такое было со мной часто, и я себя как-то старалась понравиться людям, загладить вот эти шероховатости. И когда я приехала в Нью-Йорке, и нас в группе 35 человек, я вот действительно испытала эйфорию. Я классная, и все классные, они видят, что я хорошая, и все такие же интересные, там больные на амбиции, такие, как я. Я оказалась среди своих, и никто ко мне не относился ни плохо, ни критично, только хорошая. Я слышала свой адрес, и мне кажется, это большой вот урок для меня был понять, что я должна быть там, где мне рады, где меня понимают, и где ценят. И не быть там, где я этого не нахожу. Вот это большой жизненный урок. И я бы рекомендовала это сделать всем, кто находит, что их окружение как-то вот критично к ним относится, и с осуждением. И не видит в них эту ценность. Быть там, где видят в тебе ценность. Все. Это решает все. Вот вам, когда с вами делились вот этой негативной энергией, вас чухали-чахали, и там пытались у вас найти какие-то минусы, вот я знаю, как бы я отреагировал. Я бы сразу сказал, excuse me, и там запилил бы там чуть ли не 10 stories с таким гневным комментарием. Как вы реагировали на это? Вообще, мама учила не вовлекаться в такие конфликты, разговоры, проходить мимо, и просто заниматься своим образованием, и доказывать людям своим делом, и успехами, и говорить. И она мне говорила, знаешь, что вот сейчас ты плачешь, у тебя слезы, тебе обидно, тебе хочется пойти и дать им ответ, но ты не делай этого. Ты просто свое внимание, энергию обрати на свое обучение, а эти люди получат ответ через 10, через 20 лет, и сами к тебе будут подходить, и тебя поздравлять, и радоваться твоим успехам. И таким образом этот конфликт будет исчерпан. Я послушалась ее совета и стараюсь именно так справляться с такими ситуациями. Сложно? Это сложно, это требует выдержки, но это дает тебе возможность отойти от эмоций и заняться собой. Но при этом я хочу сказать, что есть ситуации, которые требуют незамедлительной реакции, и в которых надо поступать, как вы, сразу прочертить границу сказать, excuse me, no way. И вот надо различать там, где надо сразу сказать, как раздар, это басагал. А где надо сказать, окей, идти дальше. Сейде, ваша самая, ну, по сути, самая громкая работа, по которой мейнстрим, так скажем, узнал вас. И когда мы познакомились, вы мне рассказали, что вот, когда вы были на венецианском фестивале, вас там не поняли, потому что, ну, там, вы не дали Гран-при, все дела, вы там выдвигались в различных номинациях, но вас поняли в Азии. В Японии, Корее, если не ошибаюсь. Почему вы думаете, эту работу поняли в Азии, а Европа приняла это как нечто чужое? Потому что в европейском понимании фильмы с героинями, девочками, женщинами, они должны очень активно противостоять несправедливости. АСЕЙДЕ, она пассивно принимает свою судьбу, в этом вся ее трагедия, и европейское жюри, вместо того, чтобы принять и пережить с ней эту трагедию, решила как раз, вот этот протест выразить с ее решением, связанным с ее решением о ВАЗе, приняли это как трагичную, грустную историю, то есть увидели ее такой, какой я сняла эту историю. И в этом выражается культурная разница восприятия мира. И я как раз таки в Японии фильм тоже приз не получил, хотя попал на крутой кинофестиваль, там Гран-при получил корейский фильм, футуристический, с роботами, с таким экшеном, и мы с режиссером сидели, и я ему сказала, ничего, мой фильм поедет в Корею, и в Корее его поймут и примут. Мне кажется, в Корее фильмы с роботами, футуризм, это уже давно прошли, а в Японии это как раз в то время было все на ура. Фильм тихий, очень медленный, размеренный, и такой вполне в традициях Востока больше снятый, на мой взгляд. Вот у нас сейчас такая активная повестка, и у нас любят противостояние западного, восточного и так далее, мы видим это в протестах, мы видим это в группах людей, которые хотят что-то изменить в нашей стране, и при этом ругодствуются принципами и ценностями западных сообществ, и при этом не адаптируя их под наши реалии, то есть в лоб просят. Вы как относитесь к этому? Потому что видно, ваша героиня молча, смиренно принимает свою судьбу. Насколько западных ценностей, вы жили там, насколько они здесь актуальны, и примутся ли они здесь когда-нибудь? Уже какое время мы так? конфликт нашего общества в том, что люди хотят жить как на западе, с западным комфортом, поэтому евроремонты, евро то, евро это, но при этом не хотят задуматься об изменениях, которые требует в культуре такая жизнь. индивидуализм, капитализм, какие накладывают требования к обществу. И вот этот конфликт, он постоянно, каждый день проигрывается. Это вот постоянные семейные драмы у всех я наблюдаю, так как хотят евроремонт условно, евро сами, валюту, доллары, но ценности хотят кыргызские. А эти системы конфликтуют, естественно, они конфликтуют. И нашему обществу необходимо найти возможность совмещать, сказать, хорошо, давайте мы будем меняться, но при этом оставим лучшее из того, что у нас есть. И на самом деле это даже не надо делать осознанно, так как жизнь это органично сама делает. И надо отходить от архаики, надо отказываться от всего из культуры нашей, или то, что принято считать нашей культурой, что идет в противоречии с конституцией и с декларацией прав человека, с декларацией прав ребенка. Все это должно отпасть. Здесь вопросов нет. Все, что идет в разрез с уголовным кодексом, в том числе это кража невест, угнетение женщин и так далее, это все даже не должно поддаваться обсуждению. Мы должны жить по букве закона, и закон должен обновляться, если он не соответствует общепризнанным мировым стандартам. А все остальное, что одевать, как украшать дома, без проблем. Но почему-то те люди, которые ратуют за сохранение устоев, давайте посмотрим, как люди оформляют свои дома. где лежат их тушки-изы, где лежат их шердаки, что с ними сделаны, их сундуки. Как правило, эти люди не ценят материальное наследие своего народа. Как правило, эти люди не задумываются о том, что культура в первую очередь выражается помимо языка в быту, и что надо это поддерживать и сохранять свою эстетику. Идет просто какая-то болтовня. болтаем, 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 но на деле сами не можем это поддержать, даже в рамках своего дома. А вы в своем творчестве руководствуете вот эти принципы? Да, я стараюсь снимать фильмы на своем языке, у меня диалоги на кыргызском. Это первое решение, которое для себя приняло. Я планирую здесь снимать, в Кыргызстане, с кыргызскими актерами. Это не значит, что только этнические кыргызы будут. Я считаю кыргызами нас всех, которые проживают в этой стране. И когда все еще слышишь вот, надо говорить, кыргызстанцы, это уже прошлое. Не прижилось это. Никто никого, никто себя не называет кыргызстанцем. То, что я сейчас слышу от людей, которых не принято этнически считать кыргызами, они себя называют кыргызами. Вот наши корейцы, наши русские и так далее, и так далее, и так далее. Вот все говорят, мы кыргызы. Я так этому рада. Это здорово. Вот оно произошло само собой. А у вас сразу это вот четкое создание идентичности появилось? Или в какой момент это все появилось? Вот я вам рассказывал во всем этом, то, что в моем духовном поиске. А у вас как это все появилось? Насколько быстро, насколько когда начался поиск? Или начал силен вообще? Это процесс, и он до сих пор идет. Так как я 4 года пошла в русскоязычный детсад, я очень быстро стала русскоязычным ребенком, и до 9 класса я обучалась в русскоязычной школе. Я своей маме говорила, что я русская. Она мне постоянно отвердила, что я кыргызская, я ей постоянно отвечала, что я русская, что я никак себя не идентифицирую с кыргызами, потому что кыргызы это те люди, которые живут в селе, и у них есть скот, и так далее, я живу вот в городе, у меня другая жизнь, и так далее. Но вот когда мы переехали в Аксы, я попала в кыргызскоязычную школу, у меня начались уроки кыргызской литературы, и появилась кыргызская безличная среда, вот это начало меняться, но я этого не осознавала, пока я не попала в Америку. И, скучая по дому, не стала слушать кыргызскую музыку и петь кыргызские песни. И вот, начиная с 98-го года, по сей день шел процесс моего обретения своей культуры. И я очень рада, что там летние каникулы проводилась, бабушка, успела от нее от обеих бабушек услышать, увидеть, потому что потом вот эти семена, они все выросли, очень сильные чувства, привязанность и язык, конечно, то, что я говорю свободно на кыргызском языке, благодаря вот обучению в кыргызской школе два с половиной года, потом в университете я 8 семестров брала кыргызский язык по своей воле и осознанному подходу. Сейчас, наверное, моя кыргызская идентичность, она наиболее выражена ярко во мне, и я приняла осознанное решение вести микроблог на кыргызском языке на тему женского лидерства, прав, саморазвития, мотивации, так как вижу, что есть недостаток сильный, контент от такого на кыргызском языке именно для нашей кыргызскоязычной аудитории. И удивительно, что на кыргызском я пишу вещи, которые я бы на русском не смогла так сформулировать. И вот этот выбор, наверное, и поддержка вообще жизненных сил, они дают мне новые формулировки, они дают мне энергию, мотивацию писать то, что я вообще не планировала писать. Вот оно как-то само себе вот этот ключ бьет сам по себе, очень сильно причем. И я в себя обнаруживаю новое. это было вот просто желание помогать, но при этом я сейчас приобретаю, наверное, в разы больше от этой деятельности. Как же классно. Нас будут смотреть по всей стране Азии, в Таджикистане, в Узбекистане, и наверняка мы в заголовке так подчеркнем, что это в гостях режиссер. И у них, наверное, всех будет такой вопрос, как, вот вы человек уже, профессионал, уже с опытом. Как создать фильм в 21-м году? Что нужно для этого? В первую очередь нужно ваше решение, что вы будете кинорежиссером. Вы принимаете это решение, и вы говорите всему своему окружению, что вы кинорежиссер. Возможно, ваше окружение будет над вами смеяться, как это со мной случилось. Возможно, ваше окружение скажет, нет, что это, откуда это, вдруг ты, кинорежиссер? Несмотря на это, вам надо набраться решимости и выбрать тему своего первого фильма. Затем найти своих членов группы. Это самое первое. Кто будет ваш оператор, кто будет ваш продюсер, или вы сами будете продюсером. Какая-то история, каких ресурсов она потребует, где вы ее снимете. И даже, если будет дико страшно, и если вы снимаете не на то, что вы планировали снимать, неважно, на какой носитель, важно снимать, важно двигаться, неважно, какого качества будет эта первая работа, важно двигаться и сделать все, что в ваших силах, чтобы эта работа состоялась на максимально высоком уровне. И тогда будет уже проще. С каждым разом, с каждым проектом это будет проще, проще, проще. Я начинала вот именно с какого-то неприятия своего окружения в первые какие-то годы. Но я два года ходила, говорила всем, я кинорежиссер, я буду снимать кино, я купила себе раскладной стульчик, садилась на него и говорила, это мой режиссерский стульчик. Хотя эти два года я ничего не снимала, я просто говорила и бредила этой идеей. И когда появился грант для женщин-режиссеров, о ком вспомнили в первую очередь? Обо мне, потому что я всем прожужжала уши. Насколько вот это важно рассказывать людям вокруг о своих намерениях? Это самое основное, потому что вот как мы себя презентуем, так нас воспринимает окружение, люди, мир в целом и мы сами. Даже если мы говорим что-то, во что сами до конца не верим, но хотим. И мне в этом плане очень нравится поговорка на английском fake it till you make it. Я ее обожаю, я часто ее другим повторяю, которые в начале своего пути где-то вот сомнениями делятся. Я говорю, в этом ничего страшного, сделайте, и это сработает, потому что вам не только мир, вам еще самих себя надо убедить в том, что вы этим успехом являетесь. Вы когда-нибудь думаете о своих гранях? Потому что вот, у меня есть грани, и возможно, не смогу переступить через это. Ни сколько вот эти, какие-то рамки, а сколько грани своих способностей, своих возможностей. да, да, страхи говорят во мне, и, наверное, они говорят довольно часто, но я привыкла вот в силу воспитания, пройденного жизненного пути относиться к страхам как к страхам, и пытаться вот эту силу трансформировать, силу страха, страх это очень сильная же, эмоция, превратить про активное действие, вот я боюсь там того-то, а давай я тогда вот обеспечу, чтобы вот этого провала не было. Что мне надо? Вот просто структурировать страх, почему он есть, чего мне не хватает. Если я боюсь, что будет провальный фильм, почему? Потому что я плохой режиссер, или я боюсь, что нет денег, или я боюсь, что у нас нет таких актеров. Что именно вызывает этот страх? Если я боюсь, что я плохой режиссер, давай я найду фильм и просмотрю, пойму, как этот режиссер сделал это, из чего у него состоит вот этот его успешный фильм, деконструкция фильма Чужого. А вот он сделал такую стилистику, классную сделал, а вот какая у него героиня, а вот оператора он нашел самого классного, просто умолял, но убедил, или вот ему так повезло, он в начале пути встретил, он всю жизнь идут вместе, как оператор Звягинцева. он из Звягинцев находит шикарную музыку, а почему? А потому что он любит и слушает, ну вот просто деконструировать страх на составные, вот начать работать с этими всеми компонентами страха, и тогда ты понимаешь, что делать. Страх же тормозит, он же просто людям не дает двигаться, ногих он просто сковывает, и из-за страха люди ничего не предпринимают, то, что настолько сильно вот эта эмоция закрывает все остальное. И когда ее разбиваешь на компоненты, это чувство не так сильно давляет. и говоря о гранях, я, наверное, стараюсь думать, что границ нет. На самом деле, мы каждый день видим многочисленные успехи звезд в разных-разных сферах. Это, конечно, мой взор обращен в Голливуд, в Азию, там, корейские, да, режиссеры, чьи успехи мы наблюдаем последние годы. Я понимаю, что это такие же люди, как и я. И вот встречи многочисленные с успешными людьми помогают понять именно это. Это такой же человек, как ты. В нем нет ничего сверхъестественного. И это успокаивает. Когда вы снимаете, вот вы создали какую-то работу, кино, вот что для вас делает работу, в особенности кино, хорошей? Когда вот, ну вот вы сидите, одно дело, когда вы слушаете критиков, и они делят своим мнением, а вот для себя, когда решаете, ой, это хорошая работа, я из молодежи сделаю классную работу. В первую очередь, мне надо, чтобы на площадке были люди, которые мне нравятся и которые в меня верят. Во-вторых, когда получается, я люблю маленькие вот победы праздновать с группой своей. И на Сейде, на съемках Сейде мы каждый день смотрели какой-то черновой монтаж, мы смотрели отснятый материал и пытались уже вот монтаж делать. И съемочные дни завершили ужином и просмотром первой склейки Сейде. Было 26 минут где-то из этой склейки. Мы решили, что у нас получилось. Мы это уже отпраздновали. И через полгода вышла 12-минутная версия или 13, не помню, где-то меньше 15. И вот это празднование маленьких побед с командой, оно делает работу классной. Маленький шажок получился, радуемся. Еще один маленький получился, еще радуемся. Потому что стремясь к целям, не надо забывать проживать жизнь сейчас, моменты, насладиться, успеть насладиться этим моментом. Потому что когда фильм поедет на кинофестиваль, это очень быстро все пройдет. Это вот такая вспышка салюта. А-а-а, красиво. И по-моему, этого нет. Поэтому наслаждаясь процессом, с правильными людьми, я наслаждаюсь своей работой. Это же записали, Я себе поставлю так, бррн-бррн, когда, всякий раз, когда будет сомнение в голове, так нужно вы для меня полимат, человек, который занимается, как я упоминал, человек, который занимается множеством вещей одновременно и делает это довольно-таки хорошо. И когда мне говорят, как получается быть таким продуктивным? Я такой, ну, ну, вы не видели занятых людей. Вас, как получается, совмещает все? Я представляю, что это просто хаос. Понимаю, что есть команда, которая вам помогает, но в голове как вы все ясность держите? Или ясности нет? Ясность есть. Помогает умение присутствовать, быть здесь не где-то. Это, наверное, ну, и собственные усилия понимания, но больше, наверное, воспитания, потому что у меня родители особенно папа, он такой человек. Он очень стабильный, у него там якоря, иногда слишком тяжелые якоря, которые надо так подрезать, но тем не менее это человек, который лишний раз не тревожится зазря. Он ничего не боится, и он ничего не боится, даже смерти. И это действительно облегчает жизнь, когда ты не боишься, и ты знаешь, что смерть это далеко не конец, ничего. Вот он внес в мою жизнь мистику, волшебство, понимание, веру, волшебство. И когда всего очень много, присутствие в моменте помогает не удариться в суету, не делать ошибки, не торопиться. Вот я не люблю торопиться. И да, есть часы, надо соблюдать время, и на площадке это очень важно, но для меня мой внутренний компас, он сильнее циферблата. Я иду куда-то только, когда внутри есть сила, которая говорит, теперь выходи из дома, пока вот этого толчка нет, я не встану, я никуда не двинусь. И часы говорят одно, а здесь чувство говорит другое, и надо доверять себе, надо доверять своему чувству, сказать, окей, я не встану, пока вот это сейчас меня не толкнет сила. И когда толкает, если она толкает и говорит, там надо быть пораньше, или там поехать раньше запланированно, там на дни недели, надо туда идти и слушаться, слушаться. Это можно называть и внутренним голосом, это можно называть инстинктом, можно называть это внешними силами, на самом деле это не важно. Важно это чувство, с этим чувством быть на связи, его уважать, благодарить, прислушиваться, это должно быть сильнее всего. И тогда есть возможность успеть и преуспеть, оказавшись там, где надо, с теми, с кем надо. И не ища возможности каких-то быстрых решений, успеха, а просто быть там и видеть людей, и быть собой. Мне кажется, это намного важнее всяких календарей, распланированных встреч, вот этих чек-марков, что да, сегодня успел и там, и там, и там. А как? Как это прошло? Как этот день прошел? Как это время? Я дни завершала благодарностью, теперь я решила еще дни начинать с благодарности. Вот я ночью засыпаю, я благодарю небеса за все. И я утром просыпаюсь и начинаю вот с того же, с чего я завершила этот день. Что я слышу, что я вижу, что я могу встать, поехать, что со мной люди, которые меня любят, и я их люблю. Вот этого многого стоит. Поэтому, да, команда есть, но она не решит, наверное, вопрос четкости и ясности. Это уже внутреннее состояние, которое в себе надо воспитывать и поддерживать. Такое спокойствие требует. Говорят же, не кормите своих демонов, вот, а давай, да, кормите своих ангелов. Это вот это, практика этого треба. Я чувствую, после того, как запись выйдет, у людей там появятся такие скриншоты, вроде, не кормите своих демонов, кормите своих ангелов, и желательно хорошей едой, хорошими эмоциями. Вы к себе располагаете все равно у людей. Я, первый раз, когда мы с вами встретились, я помню вот это, какое-то ощущение, типа, who is this woman? Why does chan understand me so much? Я думаю, вот это все равно было. Один факт, что мы флексы, все дела, и у нас любят, все флексы, вы все похожи, возможно, в возрасте разнитесь, и так далее, но был какое-то все равно ощущение того, что, ой, окей, родственная душа или что-то подобное. Вот этот шарм, он как-то помогает в работе, особенно в бизнесе? Безусловно. это важно, как люди друг друга чувствуют. Наверное, это важнее всего, как воспринимают, но оно обусловлено тем, как человек сам себя чувствует. Вот эти, то, что принято назвать, вайпс, да? Да. Люди считывают это быстрее всего. Насколько им комфортно с тобой, насколько они себя хорошо чувствуют, как они себя ощущают после того, как ты ушел, что ты им оставил? Ты им оставил спайклс, и внутри все вот такие хорошие вибрации, и тело, действительно, после общения с хорошими людьми, оно вибрирует, тебе хочется что-то делать классное, ты себя на повышенных таких чувствуешь, в повышенных мирах даже. А есть люди, после общения, с которыми ты падаешь, вибрации, да, и можешь даже далеко закатиться, просто ни во что не веришь, все серое. Вот общение с такими людьми надо избегать. Просто сказать, неважно, обидятся люди, неважно, просто не надо быть в их зоне. Это настолько сбережет энергию, силы, что кого-то уронить очень легко. И самому упасть очень легко, потому что кто-то неприятный с тобой взаимодействовал. Мало того, нехорошие люди могут украсть и хорошую энергию, и силы, и даже удачу. Поэтому вот я часто стараюсь где-то, если, это даже не осознанное решение, вот просто мое тело говорит, не обнимайся. Я приду, я вот, не потому что я думаю, что этот человек что-то заберет, просто мое тело дает тормоза, говорит, не обнимайся, вот так помаши, все, не надо. Потому что в этот день, в этот момент тело не хочет, оно не хочет физического контакта. я говорю, стоп, я знаю, что это может показаться грубым или непонятным, но я против свое тело не пойду. У тела есть разум, и я к нему прислушиваюсь. А мозг будет говорить, ой, да, это вот условности, культура, или вот ты же как бы ничего против этого человека не имеешь, надо пойти обняться. А тело говорит, стоп, я говорю, окей. Привет. Привет. А сейчас удобно, сейчас же мы как бы на карантине, и можно спокойно это делать. Но внутри все равно какой-то дискомфорт есть, то, что ты понимаешь. Но я с телом не буду спорить, я его не буду угнетать, я его не буду вынуждать. WWD. Это все. У меня в голове, у меня раньше было WWBD, в обе-бьянце. Сейчас я меняю, окей. Что самое прикольное, мы с вами снимаем рабочие пространства на одном этаже, в одном здании. И я вижу, что у вас есть школа Биньмкана, ваша какая-то творческая работа, где вы режиссер снимаете. Вот у вас еще одна компания по разработке бизнесов и так далее. Сколько у вас проектов вообще в целом? Проектов много, и они все классные, и идеи продолжают приходить, и очень хорошо сейчас получается соединять людей. Люди, у которых есть деньги, люди, у которых есть идеи. И раз я могу быть полезной в этом плане, здорово, раз события и жизнь складываются таким образом, значит, это мое место, в котором я должна быть. И не надо ограничивать себя, говорить, ой, вот это слишком много. То, что, во-первых, кто сказал, что это слишком много, во-вторых, где это написано, в-третьих, если прет, то пусть прет. это же здорово. А вот, бывает же, говорят, что человек распыляется, занимается множеством вещей, особенно у нас, замечая, в кратинном сообществе, среди молодых ребят, у вас не появляется ощущение того, что, типа, я делаю слишком много. Иногда бывает, когда ты физически устаешь, но с утра ты встаешь, понимаешь, что все классно, потому что ты себе не позволял вступать не туда. То есть, вот, чтобы избежать вот этого чувства, надо стараться быть там, где тебе классно. Это первое. И второе, когда говорят, что человек распыляется, и так далее, это, с одной стороны, старый подход вообще к делам, когда мы вот все сидели в четырех стенах, у каждого должен был быть стол. как-то все было прописано, да, по регламенту все двигались. Сейчас мир же так изменился очень сильно, скорости совершенно другие. Работа уже выстроена не по вертикали, а по горизонтали, и работаешь как горизонтальная команда. Система, структура мира сильно изменилась, и вместо того, чтобы быть моно-человеком и концентрироваться на одном, наоборот, надо как полифонию создавать в своей жизни, потому что только из этого выйдет что-то новое. Я наоборот стремлюсь к тому, чтобы обновлять как контакты, так свой взгляд на мир, к людям, к себе. Я стараюсь не противиться изменениям, переменам, да, я стараюсь быть как вода, обтекаем. Вот мама в детстве очень часто говорила, слушай, ты как вода, тебя в какую форму не налей, ты принимаешь эту форму, это здорово. Я стараюсь вот это свое качество сохранять, быть как вода. Адаптивным. Адаптивным и мягким, но при этом очень сильно. С водой шутки плывет. Да, такого чувства и страха нет, я этого не боюсь. Единственное, надо вот сохранять свой компас и не влазить не в те дела. У меня такой последний вопрос. Что нам ждать от Эльнуро с Моноливой в этом году? Или вообще в целом, какие у вас планы? В этом году вот я занимаюсь и развитием бизнеса, потихонечку свои два кинопроекта, о которых я вам рассказывала, их продвигаю. Даст Бог, поеду в Штаты на первые встречи. И в этом году можно ждать, благодаря моему сотрудничеству с моим стилистом Чоупон Чаргинлой, много-много интересных образов. Да, я смотрю, собирается икона стиля. Я говорю, хелло, can I be part of that as well? Классно. Спасибо вам большое. Такой классный разговор. У меня ощущение, что я как будто просто канцеллинг сэшн у меня был. Типа, I don't care about the viewers. Типа, I just нашел ответы на свои вопросы. Классно. Спасибо большое. Ей.